Если большую часть жизни мы сутулимся, то с возрастом у нас появляется второй подбородок естественным путем. И очень важно держать правильную осанку, и тогда мы сможем избавиться от этого недуга. Нам нужно лечь на спину и свесить максимально вниз голову. Натяните на себя носки, ступни, руки расслабьте, и мы начинаем медленно поднимать голову и стараться смотреть на носки. Поднимаем вверх и опускаем вниз. Второе упражнение тоже очень простое. Мы остаемся на животе. Если вы сидите за столом, то ставим локоть на стол. В данном случае мы ставим локоть на опору. На кулак кладем подбородок и начинаем открывать рот, закидывая голову назад. Нужно обязательно упираться подбородком в кулак и закидывать как можно дальше голову назад. Вот. Запомнили. Поэтому сейчас мы переходим к следующему упражнению. Сейчас нам нужно растянуться. Мы смыкаем плотно зубы, губы и тянемся макушкой назад. А теперь, не размыкая ни зубы, ни губы, подбородком в потолок. Почувствуйте разницу. Еще тянемся вверх. Плотнее, плотнее держим. Рот сомкнутым. И мы чувствуем, как растягиваются все наши мышцы. Уходит напряжение. Чувствуем зону подбородка. Следующее упражнение довольно простое. Разводим плечи, грудь вперед. И правой рукой ладонью аккуратно толкаем голову в сторону. Напрягаем мышцы шеи и сопротивляемся. Так нужно провести секунд 20. То же самое переводим на вторую сторону. Это две точки было. Третья точка. Руки собираем назад и давим на затылок. И, соответственно, головой мы упираемся в руки и отталкиваем в противоположную сторону. Здесь работа, действие, противодействие ведет. Это была третья позиция. И четвертая позиция, самая красивая. Тоже ставим руки скрестно. Кладем на лоб. И начинаем толкать на прямой спине. Руками голову назад, а головой сопротивляемся. И следующее упражнение назовем его жираф. Кладем руки на плечи. Будем делать такую же длинную шею. Не охота такую длинную. Тянем локти назад, грудь вперед. Отводим плечи назад и макушкой удлиняемся вверх. И еще один совет. Мы язык прижимаем к небу и подбородок подтягивается. Уж это можно делать даже в общественном транспорте. Главное об этом вспомнить. Вот и все упражнения, которые помогут вам справиться с этим недугом.